Сложно переоценить вклад университета и педагогов в формирование личности молодого человека. И речь здесь идет не только о получении информации. В ВУЗе мы выбираем круг общения и сферу для построения карьеры. Педагоги мотивируют нас к саморазвитию. Бывает, что будущая профессия отличается от той, что написано в дипломе. Однако полученные в университете навыки, черты характера и знакомства остаются на всю жизнь. За это выпускники благодарят свою альмаматор. Мне, как выпускнику Гомельского государственного университета, приятно поздравить ВУЗ с 90-летием. Потому что я считаю, что все-таки наш университет – это не только старейший центр науки, культуры и искусства. Это пример для всех тех, кто собирается поступить. Пример для тех, кто занимается наукой. Пример для тех, кто уходит на производство. Потому что наш университет дает дорогу в жизнь многим выпускникам, которые становятся известны не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Заканчивал Скарино в 2007 году. Специальность физическая электроника, физический факультет. Воспоминания самые лучшие. Все было очень приятно. Преподавательский состав. Да и в общем и студенческий коллектив. У нас, как бы, наше предприятие очень связано с университетом Скарино, сам интеграл. Часто очень бывает. Вот, допустим, с Сидосенко Николаем Николаевичем общаемся. И, ну, ведем сотрудничество. Все, что я имею на сегодняшний день, это заслуга в том числе университета. И приятно отметить, что в свое 90-летие университет попадает в списки лучших университетов мира. И с приятными словами вспоминается преподавательский состав, который где-то, наверное, даже заменил отца в свое время. И стал, скажем так, фундаментом и основой для становления меня как мужчины. И все это дало, по сути, мне успешный билет в жизнь. Учился с 95-го по 2000-й год. Поступал еще на историка юридический факультет, а заканчивал уже юридический. То есть все потом разделили. Я еще, учащийся в университете, пошел работать в органы прокуратуры. И, скажем так, диплом уже защищал, работая, будучи действующим работником органов прокуратуры. Мы на сегодняшний день поддерживаем очень теплые отношения практически всеми выпускниками. Постоянно общаемся. Разбросало по всей республике. В Минске много кто работает, и в Гомеле, в правоохранительной системе, в судах, в нотариате. Ну, практически во всех сферах, связанных с юриспруденцией. Согласно данным рейтинга мировых университетов в Эбометриях, Гомельский университет входит в пятерку лучших вузов Беларуси. Этому статусу предшествовал долгий и сложный путь, который начался в 1930 году с появления Гомельского педагогического института. В 1969 году на базе пединститута был открыт Гомельский государственный университет. Его первый выпуск составил 913 человек. А уже в 1988 году университету было присвоено имя Франциска Скорины. Сегодня на 12 факультетах тут обучается более 9 тысяч студентов. В университете создано два научно-исследовательских института и практически полсотни студенческих лабораторий. Их достижения и инновационные разработки можно было увидеть на юбилейной выставке факультетов «От идеи к внедрению». Ежегодно порядка 150-180 работ отправляются на республиканский конкурс, из которых где-то процентов 80 получают ту или иную категорию. На данный момент 35 человек попали в фонд президента. То есть они отмечены этой высокой наградой, ну и соответственно получают определенные льготы, в том числе и как молодые специалисты при устройстве на работу. Процент охвата студенческой наукой составляет почти 50%. Молодые ученые – это резерв будущих кадров. Сейчас профессорско-преподавательский состав университета насчитывает более 500 человек. За личный вклад в развитие науки и образования в регионе они получили дипломы и благодарности руководству университета. «Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, я должен сказать, что люди, которые работали или стояли у истоков университета, они также преодолевали не меньшие трудности. Я уже говорил, что это основано было в 30-е годы, это тоже было непростое время. Университет пережил годы военного лихолетия, работал в эвакуации в Кировской области, в городе Амутнинск, потом вернулся в город Гомель, восстановил свою работу и за эти годы подготовил сотни тысяч высококвалифицированных специалистов». Конечно, эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в празднование 90-летия ГГУ. На протяжении недели учреждение получало поздравления в онлайн-формате из разных уголков мира. Неудивительно, ведь ВУЗ имеет соглашение о сотрудничестве с университетами и организациями более чем из 25 стран. В интернете общались и участники Международной конференции о проблемах и перспективах инновационного развития университетского образования и науки. Для студентов накануне юбилея провели несколько творческих конкурсов и онлайн-викторину на знание истории ВУЗа. Завершилось празднование торжественным собранием, во время которого руководство и профессорско-преподавательский состав университета были награждены грамотами и благодарностями Министерства образования, Гомельского областного и городского исполнительных комитетов. Анна Краячук, Валерий Гопанько, Игорь Морищенко. Новости недели.